Дольщики обанкротившейся компании «Реставрация» пригрозили властям устроить митинги и забастовки во время универсиады. На очередной встрече представители Минстроя не предоставили никакой конкретики. Отчаявшиеся клиенты строительной фирмы заявили, что терпение на исходе и нет гарантии, что люди, оставшиеся без квартир, не устроят митинги и забастовки во время студенческих игр. Непонятно, как люди могут себя повести в то время, когда наш город будет встречать спортсменов и делегаций иностранных. Люди собрались перекрывать Волочаевскую, встречать в аэропорту, прыгать с парашютов в недостроенных домах. У людей, вы знаете, буйство буквально идет, фантазия. Таким образом, реставрация прошла проверку в августе этого года, и почему Министерство строительства не подозревало масштабных проблем в компании, на эти вопросы представитель Минстроя ответить не смог. Но обещал отчитаться о работе ведомства на следующей встрече с дольщиками, которая пройдет после аудиторской проверки компании. Сейчас полицейские пытаются установить местонахождение основателя, реставрации Николая Коваленко, который скрывается за рубежом, чтобы экстрадировать его на родину. Для того, чтобы объявить его в международный розыск, нужно получить точное подтверждение того, что он там находится. У нас есть дата его выезда за границу и куда, но для того, чтобы объявить розыск, необходима точная информация. То есть до сих пор не объявлен розыск? До сих пор не объявлен розыск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова